СИКСНАН В итоге, как оказалось, это была не девушка, а девочка, которой было всего 13 лет, в то время как Сикс Найну было 18. Хоум-видео было опубликовано в Инстаграм, и он, что самое интересное, репостнул это на свою страницу. Спустя 10 дней мать дочери написала заявление в полицию, где арестовали сначала его друга, который также был причастен к инциденту, а потом спустя две недели Сикс Найна. Он признал свою вину, прошел психическое лечение и написал письмо с извинениями, что причинил им боль. После того, как его дебютный сингл «Гамма» поднялся на 12 место в Billboard Hot 100, в интернете тут же вспомнили этот инцидент. Например, тот же Три Пирет сказал, что он не общается с педофилами. Эрнандес впервые публично обсудил эту ситуацию в интервью для DJ Academics и сказал, что его версия событий отличается от решения суда и фактов. По словам артиста, девушке было 14 или что-то вроде этого, и утверждает, что ему было 17 лет в момент произошедшего. Он также сказал, что написал письмо семье девушке по собственному желанию. «Это дерьмо ранило мое сердце», — говорит он. В начале 2018 года Эрнандес ввязывается в драку в Хьюстоне, после того, как поклонник снимает видео, где рэпер идет по торговому центру. Согласно полицейскому отчету, Эрнандес пристал к фанату, которому было 16 лет, взял его за шею и приказал ему удалить видео. Но мы еще вернемся к этому. Несколько членов хьюстонского лейбла Rapper Lot Records, включая генерального директора Джея Принца, были ограблены под дулом пистолета в вестибюле своего офиса на Таймс-сквер. Эрнандес позже даст показания, что ограбление было спланировано девятью членами Трей, стремящимися отомстить после того, как организаторы Rapper Lot отказали Эрнандесу выступить на шоу, которое они заказали в Техасе за месяц до этого. Весной 2018-го его машину остановили полицейские. Он назвал им свое настоящее имя, но у него не было никаких документов. Тикаши был арестован за вождение бесправ, но еще одно обвинение было предъявлено после того, как Эрнандес якобы схватил офицера за руку. В связи с этим инцидентом ему предъявлены еще четыре обвинения в мелком правонарушении – нападение третьей степени, покушение на нападение третьей степени, угроза третьей степени и препятствование правительственному управлению второй степени. И летом начинается самое интересное, а именно вражда с Чиф Кифом. Все началось из-за девушки одного рэпера, которая раньше встречалась с Тикаше, и она сказала, что ее нынешний бойфренд избивает. В итоге Чиф Киф впрягся за своего кента и поехал в Бруклин после слов Сикс Найна «фак Чиф Киф». Ну и спустя считанные часы по приезду на Чифа совершают покушение, но, к счастью, он сумел выжить. Полиция стала выяснять, кто же инициатор данного инцидента, и Сикс Найн был главным подозреваемым, который потом признался, что он заказал убийство за 20 тысяч долларов. Спустя месяц после возвращения с европейского тура он был арестован за нападение на парня в торговом центре. В тот же день, когда он выпускает «Фефе» совместно с Ники Минаш, Эрнандес был избит пистолетом, похищен и ограблен после съемки видео в Бруклине. По данным TMZ, вооруженные грабители забрали у рэпера на 750 тысяч драгоценностей и от 15 до 20 тысяч налика. Окружная прокуратура Манхэттена подала письмо председательствующему судье, в котором говорится, что Эрнандес нарушил условия своей сделки о признании вины в 2015 году, которая требовала от него не совершать никаких преступлений в течение двух лет. Они рекомендуют приговорить Эрнандеса к тюремному заключению сроком от одного до трех лет и обязать его зарегистрироваться в качестве сексуального преступника. Спустя три месяца он был приговорен к наказанию за половой контакт в 2015 году. Он получил четыре года условно и одну тысячу часов общественных работ, а это именно то, чего требовала его юридическая команда. «У меня есть миллионы молодых людей, которые смотрят на меня как на образец для подражания. И последнее место, где я хочу быть, это тюремное заключение», сказал Эрнандес после того, как приговор был зачитан. Тот вечер Эрнандес и его окружение попытались поужинать в ресторане Филипп Чоу, расположенном в верхнем иссайде Манхэттена, чтобы отпраздновать, что он не сел в тюрьму. Но перед входом в ресторан вспыхивает драка, когда группе отказали зайти. Эрнандес снимает музыкальное видео с Канни Уэстом и Никими Наш в особняке в Беверли-Хиллз, но съемки прекращаются, когда раздаются выстрелы в сторону здания, но никто не пострадал. Лейбл рэпера Universal Music Group, как сообщается, потерял аж 480 тысяч долларов на прерванной съемке. Эрнандес заключил сделку о признании вины в деле, связанном с офицером. Он признает себя виновным в мелком хулиганстве, а не перед этими четырьмя обвинениями в мелком правонарушении. В общем, он был приговорен к условному освобождению, что означает, что он не может обсуждать это дело в социальных сетях. На следующий день Сикс Найн принял решение убрать всех своих менеджеров, команду и прочих людей. Теперь, кто хочет увидеть его на своем концерте, должны связываться с ним напрямую. 16 ноября 2018 года Эрнандес во второй раз появился на радио The Breakfast Club, где сказал «Есть только одна вещь, которой я боюсь». Нет, две. Бога и ФБР. После того, как власти узнали, что Эрнандес планирует поездку в казино Фоксвуд, его и пять пацанов, включая Джордана, арестовали по обвинению в рэкете. Позже Сикс Найна переводят в изолятор для заключенных, которые готовы сотрудничать с полицией. Его адвокат Лэнс Лазаро сообщил, что Эрнандес был переведен по соображениям безопасности, и что он получал угрозу от членов банды. Но и дальше началось следствие, в котором исполнитель говорил, что от его банды приходили угрозы, и он был заложником ситуации. Эрнандес признал себя виновным по девяти пунктам обвинения в рэкете в преступлениях с огнестрельным оружием и незаконном обороте наркотиков. «Осенью 2017 года я познакомился и присоединился к банде Найн Трей Блад Гэнг», рассказывает Сикс Найн Окружной Судье. Будучи членом Найн Трей, занимались такими видами деятельности, как стрельба по людям, грабежи людей, а иногда и незаконный оборот наркотиков. Он сообщил, что он помог Найн Трею попытаться убить члена конкурирующей банды и признался в содействии вооруженным ограблением, и говорит, что 2 июня 2018 года он заплатил человеку, чтобы тот выстрелил в Чиф Кифа. Это все было сделано для того, чтобы смягчить приговор. В общем, Трей Вей, который ограбил Радужного примерно на 3 миллиона долларов, а также планировал его убить, получил 25 лет тюрьмы. Вот с такими чуваками связался Сикс Найн. Сам артист сожалеет, что вписался в это, но с другой стороны, стал бы он таким популярным, если бы не банда. Кто знает. Сейчас Тикаша находится под домашним арестом, но уже может записывать музыку, поэтому ждем альбом. Если вам понравилась данная рубрика, пишите в комментарии, про какого рэпера сделать следующий ролик. Я вот думаю сделать следующий от 21 Savage. Подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком и комментарием. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok